Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Давайте мы сегодня поговорим о власти. О власти в разных ее значениях. Власть вообще. Власть как принуждение. Как политическая власть в государстве. Поговорим о четвертой власти. Как вы знаете, существуют три власти. Законодательные, исполнительные и судебные. Очень часто говорят о четвертой власти. Это власть прессы. И поговорим о власти языка. Вот у нас программа называется «Археология вслед за Фуко». И вот Фуко говорит, что власть прописана в самой грамматике языка. Как он говорит в своей археологии знания. И это тем более актуально, что наш сегодняшний гость, он по своему образованию лингвист. Более того, он учился на элитном филологическом отделении структурной лингвистики Московского университета. У нас в гостях журналист Максим Ковальский. Добрый вечер, Максим. Здравствуйте. Напомню коротко. Основные узловые моменты его биографии. В основном большую часть его карьеры журналистской он был связан с «Коммерсантом», где он прошел весь путь от корректора, рерайтера, главы службы рерайтов и выпускающего редактора газеты «Коммерсант» с 90 по 99. Затем он стал главным редактором журнала «Коммерсант.Власть». В декабре 2011 года он был уволен со своего поста владельцем «Коммерсанта» Алишером Усмановым. Затем в июне 2012 года он стал главным редактором сайта openspace.ru в новом его формате. И, как вам всем, наверное, известно, 8 февраля OpenSpace был закрыт его владельцем Владимиром Вадимом Беляевым. Так что вот Максим сейчас может нам рассказать о своем опыте коммерсантовском, о его опыте сетевом, openspace-овском. И, вы знаете, вот первый вопрос, может быть, я хотел бы задать. Не случайное такое, может быть, совпадение. 8 февраля был закрыт OpenSpace, а 10 февраля Алексей Волин выступал на журфаке. Вот это вот знаменитое было его выступление. Замминистра связи, так сказать, человек, как он говорит, тесно связанный с работой, связанной с журналистикой. Такой пиар, государственный пиар. И вот в этом выступлении очень резонансным. Он назвал журналистику бизнесом, не имеющим никакой миссии. Я его цитирую. Студентов следует учить тому, что по окончании учебы они пойдут работать на дядю. И дядя будет говорить им, что писать и как писать. А что не писать о тех или иных вещах. И дядя имеет на это право, потому что он им платит. Вы согласны вот с этой вот оценкой ситуации в Волином? Ну, я не согласен, конечно. Прежде всего, надо понимать, что мы с Алексеем Волиным ровесники. Значит, я учился во французской школе, а он в 50 метрах от меня в английской. Какой, в 20-й? Я в 75-й учился, а он в 4-й школе. Вот. И, ну, как бы таким ла-маншем было у нас некоторое футбольное поле. Вот. И, значит, вражда с англичанами и постоянный футбольный матч, это все детство. Все детство у нас в этом прошло. Вот. Так что, ну, с Волином я соглашаться не могу по принципиальным соображениям. Да, да, да. Гораздо более принципиальным. Да, не потому что там журналистика или что-то. Вот. То есть, идея, которую, ну, Алексей высказал, мы все понимаем, ну, у нас, на нас производит некоторое впечатление, как бы цинизм, да, с которым это высказано. Ну, цинизм можно считать разновидностью правды. Это, как бы, оправдывает слегка, да, его высказывание. Как сказать, я бы хотел обратить внимание не на цинизм, да, а просто с точки зрения истинности разобрать. Ну, да. То есть, мне кажется, это просто неверно принципиально, значит, что журналист будет работать у дяди, и этот дядя ему будет указывать, что писать, что не писать. Это я согласен. Если только понимаешь, что дядя – это главный редактор. Вот. Он же в данном случае намекает на… не намекает, а прямо, значит, указывает на владельца. Говорит, тот, кто платит деньги. Так вот, я бы для начала хотел обратить внимание, что если издание у нас действительно является бизнесом, да, он говорит вроде бы про журналистику как про бизнес, тогда дядя не платит деньги, а забирает. Да, вот, коммерсант многие годы был в плюсе, приносил прибыль. Это означало не то, что владелец ему дает деньги, а то, что владелец прибыль эту забирает. Тогда это является бизнесом. Если владелец действительно платит деньги, это бизнесом не является, тогда гораздо выше вероятность возникновения таких отношений, о которых говорил Алексей Волин. Но владелец же при этом все равно, даже если он вкладывает деньги, если издание убыточное, владелец все равно что-то зарабатывает. Владелец зарабатывает репутацию, владелец зарабатывает реноме. Ну, да, какой-то символический капитал, скажем так. Вот, вы знаете, мне очень понравилось, какой был такой развернутый ответ Бершицкого в СНОБе. Ну, да, известная его колонка на эту тему. Да, с хорошим названием есть нюанс, как в том анекдоте, где он пишет, что зарабатывать на репутации в медиабизнесе трудно, но это самые надежные деньги. А, и вот как он пишет, у СМИ, стремящегося изменить мир, к лучшему выше маржа, и его бизнес стабильнее. То есть, что вот как бы на честной журналистике можно так же заработать, как и на журналистике продажной, полностью заказной. Да, конечно. И, в общем-то, ну, на мой взгляд, большинство владельцев, да, людей, которые там покупают какие-то СМИ, являются в целом людьми здравомыслящими. Я всегда стараюсь презумировать, да, такое о людях. Вот, и если им нормально объяснить, ну, как бы, что можно, что нельзя, да, построить отношения грамотно с самого начала, то, в общем, я думаю, владелец не будет торгаться, там, менять как-то политику издания, или какие-то, вводить там запретные темы, или запретные оценки, или что-то такое. Ну, или, по крайней мере, всякий раз, когда он это будет делать, он будет понимать, что он там нарушает некоторые правила. Вам с этим приходилось сталкиваться за все годы вашей работы? Ну, вы знаете, когда я пришел в коммерсант, мне было 25 лет, я до этого никогда ни с какой журналистикой дел не имел, советские газеты, у нас в семье не было такого, чтобы советские газеты еще какие-то были. Вы ведь из, собственно, литературной традиции, да, у вас мама-редактор. Ну, мама-редактор, да, ну, не то, что литературная семья. Литературная семья, с текстами, имели дело с текстами. Да, да, рост среди запятых, да, да, конечно. Вот, я туда пришел, по сути, ну, маленький я был, да, я не понимал, как это устроено. К тому же, Владимир Яковлев, который создал коммерсант, он был одновременно и владельцем, и, как сейчас сказали бы, там, гендиректором, да, и главным редактором. То есть, тогда не разделялись все эти функции, и закон о СМИ, кстати говоря, тогда не было. Я просто в таких терминах тогда не мыслил. То есть, то, что было там в начале 90-х годов, вот, я не могу сказать, что там все было чисто, с той точки зрения, что вы говорите. Не могу поручиться. Но тогда не было и таких представлений. Вот. А во взрослой жизни, когда я уже был главным редактором, так строились отношения у нас в коммерсанте, что все общение с владельцем, сначала это был Березовский, потом Усманов, брал на себя гендиректор. Он как бы служил неким буфером между владельцем и творческой частью. И, в частности, его задача была в том, чтобы отвести там удар от редакции, да, если владелец чем-то недоволен. Поэтому, ну, вот Андрей Васильев этим успешно занимался много лет. И на меня давления никогда никакого не было. Ну, владелец просто даже, ну, не знал, ну, там, может быть, имя, фамилию он знал, да, но... Ну, да. Ну, за исключением того, той вашей нашумевшей известной отставки в декабре 2011 года. Ну, да, когда было уж прямое, как бы прямое... Это был единственный за вашу карьеру случай, такой прямой конфронтации, когда вы поступили так, как вам велит... Вот, кстати, как вы тогда поступили? Как мне велит что? Журналистская, журналистская этика? Это был не единственный случай, когда я повелся так, как велит этика. Нет, но в разрез, нет, в разрез я имею, в разрез, ведь вам же было заявлено, что... Давайте напомним нашим слушателям, что... Что произошло. ...была опубликована, да, фотография известного бюллетеня. Да, напомните. Да, да, да. Значит, это был номер, целиком практически посвященный выборам в Государственную Думу. 4 декабря 2011 года. Да, да. И один из материалов, значит, описывал то, как проходят выборы в Лондоне на избирательном участке в российском посольстве. Вот. И, значит, помимо текста было несколько фотографий. Одно из фотографий бюллетень, значит, в котором был поставлен крестик напротив партии Яблока, и через весь бюллетень оранжевым маркером были написаны, ну, в общем, Путина посылали в одно место. По известному адресу, да. Да. При этом, ну, я уж скажу, что мне важно, да, с самого начала. Значит, по закону такой бюллетень стоило признать действительным, поскольку только в одной клеточке стоял символ, и вот эта надпись оранжевым маркером, она не заезжала ни в одну другую клеточку. Так что этот бюллетень был правильно и правильно заполнен, независимо от того, что там на нем написано или нет. А он был избирательной комиссии положен в стопочку недействительных. Собственно, исключительно поэтому он и появился, да, в журнале. Первоначально, когда я увидел эту фотографию, я не увидел крестика, было маленькое разрешение, и я просто отложил эту фотографию как мусор. Ну, мало ли, что можно написать на бюллетене, никакой художественной ценности это не представляет. Когда мое внимание обратили, что там есть крестик, я, конечно, это уже должен был поставить, ну, как бы фотографически зафиксированный факт нарушения на выборах, да. то есть для вас это было не как некое заявление политическое, как факт нарушения на выборах, почему вы это напечатали. Ну, я не буду делать вид, да, что я маленький мальчик, вот, и то, что написано оранжевым, не вижу вообще, не понимаю, да. Я, конечно, понимал, как это будет воспринято, что яркая и большая надпись, она скорее бросится в глаза, и что, может быть, какая угодно там реакция на это. Вот, ну, кроме того, я там не являюсь поклонником Путина, да. Но, тем не менее, ну, перевесило то, что, ну, вот, у нас есть фотофакт, ну, нужно давать. Вы понимали, что вы создаете себе проблемы? Ну, да, я понимал, конечно, то есть, когда я принимал это окончательное решение, у меня в кабинете вот находились два человека, мой зам и один обозреватель, я сказал, что в понедельник меня уволят. Уже дело это, еще не имея разговора с издателем? Да, да, да. Ну, что ж, напомним нашим слушателям, что у нас в гостях журналист Максим Ковальский, мы продолжим после небольшого перерыва. И снова добрый вечер программы «Археология». У нас в гостях журналист Максим Ковальский, бывший главный редактор журнала «Коммерсант Власть», главный редактор сайта openspace.ru. Говорим мы о четвертой власти, о второй древнейшей профессии, как иногда называют журналистику, и о четвертой власти, как называют прессу. Есть ли эта четвертая власть, действует ли четвертая власть в России? Вот, Максим, мы говорили о вашем увольнении, о том, как вы не могли пойти против журналистской этики и не поставить вот этот вот замечательный фотофакт, да, вот это вот бюллетень в Лондоне в декабре 2011 года, выбор в Госдуму, где Путин посылался по известному адресу. Что это было для вас? Это факт? Вы видите свою миссию в том, чтобы донести максимально красноречивые факты? Ну, вы знаете, мне немножечко всегда смущают вот разговоры с высокоштильными такими словами, там, миссия, да, мы вот обсуждали Алексея Волина, да, который сказал, там уже в журналистике нет миссии. Я не люблю, когда так формулируется там. Ну, да, да, высокопарные такие слова, вот я в этих терминах не очень умею рассуждать. Задачу, задачу. Вы видите, все-таки человек иногда концептуализирует то, чем он занимается. Вы доставляете людям факты или оценки этих фактов? Ну, и то, и то. Ну, вот газета, допустим, да, новостные издания, они сосредоточиваются почти исключительно на новостях, да, нужно дать фактическую сторону, и после этого свою задачу можно считать выполненной. Журнал, а у нас был аналитический журнал, он, конечно, не может дублировать газету по своим задачам, да, иначе зачем он нужен? Просто раз в неделю, реже, то же самое. То есть, должны быть и факты, и оценки. Возможно ли в этом во всем вырезать саму позицию журналиста? Или она всегда и неизбежно будет встроена? Невозможен полный объективизм? Или давайте вот так я сформулирую, если бы на этом бюллетене по известному адресу посылался не Путина, скажем, Зюганов, это бы имело, вы бы поставили этот бюллетень? Я бы, конечно, поставил, только меня бы не уволили. То есть, вот, конечно... То же самое, да, по-моему, как Хеджакова про Пуссера это говорила, да, что если бы они не Богородица Путина прогони, а Богородица Путина спаси, то, собственно, ничего бы и не было. Конечно, конечно. Никакой панк-молебен тогда не было бы никаким криминальным действием. Конечно, конечно. То есть, ну, мне неудобно уже там тысячу раз одну и ту же шутку повторять, да, но непонятно в результате какое слово было матерным. Ну, собственно, это потом обыграли вам в очень многих плакатах, да, где Хутин и так далее. А это не это обыграли, потому что там были еще иллюстрации к этому же материалу. И там люди по дороге к избирательному участку на брусчатке мостовой ставили как бы такие штампы. Там был вот Хутин Пуй. То есть, это тоже лондонская шутка. Ее буквально оттуда взяли. А, это оттуда пришло уже. Это не Березовские были мысли, что это как-то все организовано? Я не знаю. Мне все интереснее становится, вот, понимаете, ну, а что это за человек все-таки? Да? Вот есть этот человек, который такую, в общем, большую роль сыграл в моей жизни, который заполнил этот бюллетень. Где-то он там в Лондоне живет, наверное, там пьет чай по вечерам. Интересно было бы, конечно, когда-нибудь узнать, кто это. Человек, который, да, заполнил этот бюллетень. Если говорить о коммерсанте, вы, собственно, вся ваша, большая часть вашей биографии связана с коммерсантом. Существует ли понятие школы коммерсанта? И какое оно значение сыграло для всей постсоветской журналистики? Ну, я думаю, что можно говорить, конечно, про школу коммерсанта. Сейчас большинство, ну, может быть, я ошибаюсь, конечно, да, я везде вижу коммерсантовских, вот, ну, мне кажется, сейчас большинство главных редакторов каких-то самых видных изданий, ну, выходцы из коммерсанта. Недавно я узнал, что Галина Тимченко из Ленты.ру, для меня это было открытием, я не знал. Она, оказалось, тоже работала в коммерсанте в конце 90-х годов. Вот, так что, я думаю, да, что школы есть, у коммерсанта, ну, нету, как бы, писаного закона, да, как есть, вот, вроде бы, в ведомостях. Вот, но есть, ну, какая-то традиция устная, да, какие-то корпоративные традиции есть, конечно, И, ну, это хорошо, когда уходят люди, а уходило, в общем, ну, если брать за все годы, очень много народу, да, и сейчас есть, вот, директор информцентра недавно ушел, руководитель сайта недавно ушел, тем не менее, коммерсант идентичность свою не утрачивает. А в чем успех, секрет успеха коммерсанта, что вот тогда еще, если брать с самого начала, с 90-х, что это был некий такой антидот всей советской школе журналистики? Ну, в общем-то, да, конечно. Как что, как журналистика факта? Да, безусловно, то есть, советская журналистика, она, мнение и факт подавала всегда синкретично, то есть, не учили людей тому, что эти вещи надо разводить, дай отдельно факты, если хочешь дать свою оценку, если тебе это позволено, ты достаточно умен, и там главный редактор тебе разрешает, напиши это отдельно. Это давалось все вперемешку, да. Ну, понятно, что люди уже давно этому не верили, да, никто это читать не хотел, а тут вот был такой принципиальный подход. Мы ничего не оцениваем, мы даем только факты. Могу вам сказать, что это была вот, для меня даже задачка интересная с лингвистической точки зрения, вот можно ли очистить речь, да, от, ну да, оценочных суждений. Да, 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 делать как бы текст таким вот идеологически ненагруженным, да, скажем так. Вот, вот я сам лично всю жизнь ненавидел коммунистов, но я с 92-го года на рерайте своей рукой вытирал всякий раз, когда встречалось слово путь, очень удобное и короткое, потому что в слове путь содержится оценка, да, события августа 91-го года. Вот. То есть мы много над этим трудились, чтобы сделать речь такой вот нейтральной. от некой деконструкции, то, что, да, позже у постмодернистов называлось, вынос со скобки неких внедискурсивных предпосылок языка. Да, да, да. Вот. Ну как бы все коннотирующее мы убираем, да. Это интересная задачка была. Это осталось у коммерсантов? Это осталось, безусловно. Это осталось. Откуда берется здесь, возникает, может быть, на голом факте возникает какой-то вот такой вот легкий флёр иронии, налёт иронии на всём, чем излагается? Это было, мне кажется, это было совсем другое, да, это было от молодости и от того, что мы себя противопоставляли вот этому, да, старому. То есть это не было прямой сформулированной установкой, да, что мы пишем иронично. Нет, просто собрались такие люди, которые отряхивали с себя вот всё это советское. Вы были рерайтером, затем главой службы рерайтинга. Собственно, в этом и была основная задача вычищать идеологию из слов, из суждений. Ну, не только, да, но логика текста должна быть всё грамотно, складно написано, это тоже. То есть идея была такая у Яковлева, что ну, как бы журналисты советские были очень крутые, практически это ну, был предаток власти, да, скажем так. Ну и при этом, да, они то, что называется opinion leaders, если вспомнить, что такой Аграновский был там, или, не знаю, Исков, лидеры общественного мнения. Конечно, но это выделенные фигуры, да, не все писали там Брежневу книжки и там и так далее. В целом, вот, журналисты, как каста, да, это были там очень высокостатусные люди, да, книжечка союза журналистов, и там перед тобой все падают ниц, да, приезжаешь ты куда-то в регион, и тебе уже взятку кладут в карман, только не пишите, что там такое. Вот, сейчас, извините, я чуть-чуть сбился, значит, вот презрение к этому высокостатусному, да, из этого бралась вот эта вот ирония, потому что мы писали же про этих людей, да, эти люди продолжали существовать, во власти они оставались, вот, появлялись какие-то новые люди в бизнесе, да, но уже взгляд на мир был, как бы такой, мы сторонние наблюдатели, да, мы, происходит некоторая игра, а мы вне этой игры находимся, и мы, вот, у нас чисто такие вот описательные функции. Это возможно, это иллюзия, или это возможно быть журналисту абсолютно сторонним наблюдателем? Ведь, понимаете, я здесь о чем говорю? Существует некий культурный ценз, существует некий образовательный бэкграунд, и на определенном уровне, я считаю, развитие культуры, мироощущения, способности к рефлексии, к критическому мышлению, человек так или иначе начинает оценивать свою страну, да, место России в мире и так далее. То есть, коммерсантовские журналисты, это, конечно, они беспристрастны, так как можно быть беспристрастным, но при этом коммерсант остается глубоко либеральным изданием? Ну, безусловно, это, значит, эта задача нерешаемая, да, это, если бы мы в том возрасте были более развитые, там, не выросли с железным занавесом, да, мы бы, наверное, это знали, что, ну, эта задача была поставлена еще в науке, да, вот, в частности, там, значит, венский кружок философский, они вот как раз пытались создать идеальный научный язык, да, очищенный от всякой теории, и над этим бились, там, всякие умные дяди, ну, в общем, эту задачу решить им не удалось, но, понимаете, ну, может быть, задачу вот так вот полностью и корректно решить нельзя, но как игра, как попытка, ну, да, это было в начале 90-х очень востребовано, да, люди, читатели, да, получили ощущение того, что ими не пытаются манипулировать, а им дают, им дают факты, и предполагается, что у них есть собственный головной мозг, чего не предполагала совершенно советская пресса, и на том контрасте, на контрасте с советской практикой, это было очень хорошо, новое слово, сейчас, в другом контексте, это уже смотрится, конечно, совсем по-другому. А что сейчас за контекст, что вы имеете в виду? Сейчас все научились так писать, вот этот вот коммерсантовский стиль, ну, я не хочу сказать, что коммерсант его придумал, да, там Яковлев много смотрел, как там в Америке там газеты делаются, да, и что такое там фактическая журналистика, не то, что он там, я считаю Яковлева гением, но не считаю, что он все-таки все придумал, вот, значит, когда это освоили все, когда все издания так пишут, это становится фоном, да, раньше мы выделялись на некотором фоне коммерсантов, в какой-то момент коммерсант и все коммерсантоподобные сами стали фоном, и на этом фоне уже выделяются издания, которые делают что-то другое, ну, например, там, бешеная популярность колонок, да, нынешняя, огромное количество колумнистов, просто любой, для любого журналиста, ну, вот, как бы сейчас вершина, да, да, если я умру, да, прошу считать меня колумнистом, да, ну, вот, сейчас вот в эту сторону пошло. А вы не любите колумнистов? Нет, я вот читал ваших интервью. Нет, нет, я, нет, это, по-моему, Михаил Идов говорил, что он не любит колумнистов, вот, главный ряда Траджик Ю, нет, я не то, что не люблю, почему прекрасно отношусь. заказывали сами, собственно. Да, 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 конечно. Нет, у меня другой недостаток, я люблю навязывать свои мысли другим людям. Тем же колумнистам? Ну, да. То есть, чтобы они говорили своими словами вашей? Ну, да, потому что я сам писать не умею, а мысли есть. Вот, мне, ну, мне не жалко, что моего имени не будет, но желательно, чтобы все-таки моя идея была. Вот, у меня такой недостаток. И что, сейчас мы переходим от журналистики факта к власти колумнистов? Вот, я тут смотрел, из такой, главный редактор оп-эда, страницы, комментарии Фоллс Реджорнала, Роберт Бартли, он говорит, что эпоха и объективность кончилась, начинается эра мнений. И что, мы сейчас въезжаем в такой вот эру мнений? Мне кажется, уже некоторое время назад въехали, уже въехали. Вот, вы знаете, в интернете это особенно хорошо видно. там люди говорят, ты читал там, ну не знаю, там Кашина, да? А где? Ну, я не знаю где, Кашин. Ну, да. Кашин существует, люди идентифицируют по автору, а не по изданию, да? Да, да. Кашин, поскольку он пишет везде, он там в любом издании может опубликоваться. Ну, в слоне, в русской жизни, да, 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 везде, где какая-то есть жизнь, хотя бы русская, Кашин есть, да? Вот, то есть, сейчас вот внимание такое к человеку, да, это полная противоположность тому, как было в Коммерсанте, потому что там именно, я вспомнил, что хотел сказать раньше, Яковлев объяснял, что вот ты не тот советский журналист, который вот сейчас вот он сказал, и он тут такое важное мнение свое высказывает. Собери хотя бы факты, вот закрой все позиции, все вопросы, и иди домой, твое мнение дурацкое, никого не интересует. Это вот был стандарт Коммерсанта. Потому что Калунки тогда писал, ну, если кто-то помнит, да, Максим Соколовов писал свои островнейшие Калунки. И, в общем, все. Ну, собственно, даже и сейчас, если брать основной Коммерсант газетный, то там не сильно на Калунку стоит. Уже в приложениях, там в уикенде, да, там Резин может развернуться и так далее. Ну, подождите, есть все-таки на Международной, давно не смотрел Коммерсант, на Международной полосе, она по макету заложена, по-моему, Колонка, да, на Культурных полосах бывает. Ну, понятно, газеты в основном дают новости. Но на сайте, допустим, да, там колонок больше. Там уже больше, и потому что, может быть, уже другой формат, тем более, что на сайте, что там возможность комментариев включается, вот это вот вся, изначально, некий элемент провокационности к тому, чтобы успех Колонки меряется по числу комментариев, просмотров, и дискуссий. Ну, да, 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 да. То есть граница между текстом и реакцией на него, она стирается немножечко, да, то есть комментарий становится частью текста. Ну, да, и поэтому Колонки, конечно, очень важны. Да, да. Факт не вызывает такого количества комментариев. Скажите, а журналист, он обязан иметь, ну, не так скажу, обязан, но так получается, что он имеет критическое отношение к власти? Ну, не всякий, но, во-первых, это мы тогда только о политических говорим, да? Спортивный журналист, какой он имеет критическое отношение к власти? Ну, да, мы говорим сейчас об общественно-политической журналистике. Как бы сказать, ну, давайте слово критический не понимать в смысле, ну, не так однобоко, да, относится критически, значит, относится плохо. Относится критически, это, значит, пытается осмыслить, да, и увидеть там плюсы и минусы. Вот, то есть, ну, включает голову, да, не является простым транслятором, или не является, какие слова у вас нельзя приносить, жиполизм, вот. То есть... Да не у нас, это уже новые законы, законы о СМИ, законы о мать. Мы уже работаем в гораздо более жестких обстоятельствах контроля, о которых, кстати, вот о цензуре, о внешних обстоятельствах контроля над тем, что мы говорим и как мы говорим, мы поговорим после перерыва. Добрый вечер. Говорим сегодня с Максимом Ковальским, бывшим главным редактором журнала «Коммерсант власть» с сайта openspace.ru. Говорим о четвертой власти. Максим, а есть ли в России это самое, возможно ли в России это самая четвертая власть? Власть прессы. Вот мы с вами говорили о Советском Союзе. Да, действительно, приезжал журналист, особенно если из столицы, куда-нибудь районных. Как я помню, у меня у самого тоже я в давнюю бытность журналистом на Чукотке был, и у меня было удостоверение огонька, и там практически гоглевская, холистаковская история получилась. Кто-то где-то мне что-то сказал, и сказали, что у меня удостоверение не огонька, а крокодила. Вот, и вдруг оказывается, что в райцентр приехал корреспондент крокодила. И вдруг меня заселяют в лучшую райкомовскую гостиницу, у меня какие-то там фрукты, напитки появляются на столе, мне два раза в день меняют белье, я не понимаю, что происходит. Потом оказывается, что меня, значит, приняли за крокодила. Мне кажется, что сейчас вот эта вот власть журналиста, она утеряна. Я бы так сказал, поскольку вы числитель наш употребили, да, по этому поводу, вы скажете, при Советском Союзе журналистика не была четвертой власти, власть была одна, да, и просто ветвью отдельной она не была, это была все та же одна первая власть, да. Ну да. Она же и последняя. Она же и последняя, да. Вот сейчас, ну, безусловно, она таковой не является, ну, можно так сказать, федеральные каналы, да, являются той же самой первой властью, остаются, да, функция такая же, как при большевиках, вот, а пресса остальная, мне кажется, она четвертая, никакой не второй, ну, у нас второй и третий нету, да, значит, второй властью не является, поскольку просто у нас все-таки очень мало считают. то есть, все, что происходит, вот это вот, наши СМИ, там, либеральные, нелиберальные СМИ, все это происходит более-менее в какой-то такой ограниченной песочнице. Ну да, конечно. За пределами которой народ смотрит первую и вторую кнопку телевизора и, собственно, этим дело и кончается. Конечно. А не приводит ли это к какому-то такому, не знаю, чувству безысходности, тупика, работать, зная, что, так сказать, ты пишешь для одного и того же ограниченного количества читателей? Ну, пока работаешь, таких мыслей не возникает. Понятно, хочется расширить свою аудиторию, вот, ну, ну, просто известный ее границ. Насколько вы оцениваете влияние нынешней прессы, я здесь говорю совокупно, скажем, и бумажной прессы, и телевизионной, и интернет-прессы на реальный процесс принятия решений в стране? Ну, на уровне страны едва ли пресса что-то оказывает какое-то влияние. Ну, вот там Пехтин ушел, да? Ну, после публикации. Ну, бывают такие случаи. Но, опять-таки, здесь мы тоже не знаем, кто эту информацию подкинул, и была ли, может быть, пресса использована в качестве некого окошка для слива, информации, которая поступила сверху. Да, но, насколько я знаю, все-таки, в этой конкретной истории это не так. Это не так, да? То есть, здесь действительно чистый случай журналистского разоблачения, которое привело к политическим последствиям. Да, да, да. Ну, вот человек, который это нашел, который давал, ну, анонимно, да, который давал интервью газете «Ведомости», ну, насколько я знаю, это реальный человек, и тут нет никакой игры. Ну, бывают такие случаи, да, ну, ну, это исключение, да, а так, в целом, ну, минимально, то есть, часто бывает так, что какое-то решение принято, допустим, нужно кого-то там снять с должности, да, или что-то такое, и этому предшествует информационная кампания, ну, помните там, фильмы про Лужкова? Да, казалось бы, при чем здесь Лужкова? Да. Да. Ну, я имею в виду не Даренковский, а вот НТВшный, да, позднейший, да, перед снятием, да. Вот, вот такое бывает, то есть, бывает решение, и у него информационное сопровождение. А, в противоположную сторону, что вот возникло что-то, информация, информация, да. Ну, обычно просто журналисты обнаружили какую-то информацию, да, властям она и так известна. Угу. Ну, то есть, то есть, журналист работает в довольно ограниченном сегменте общество, да, с этим обществом взаимодействует, но все-таки, наверное, создается некое такое фоновое поле, которое так или иначе, я не знаю, имитирует работу гражданского общества и давление на власть. Потому что, если бы совсем этого ничего не было. ну, ну, да, другое дело, ну, давлением, ну, насколько сильным является это давление, да, и чувствует ли власть необходимость на это реагировать. Ну, довольно четко, да, Путин показал, что там те люди, которые, ну, против него лично высказываются, да, против там выборов в Думу, ну, как бы сказать, ну, он их считает врагами, да, и не считает необходимым относиться к ним, как к еще не завоеванным избирателям, скажем так, да. Ну, да, то есть их можно просто отрезать, вынести за скобки, назначить в качестве врага и все. Ну, да, да, ну, то есть, вот мы же часто слышим, если происходят выборы в какой-нибудь там западной стране, что вот, значит, кандидат такой-то хочет привлечь на свою сторону еще там голоса такой-то категории граждан, да, я не знаю, там работающих в автомобиле строений или геев, или, ну, мало ли, там самые разные категории могут быть, да, вот, или там в каком-то штате, ну, там в Калифорнии традиционно голосуют за демократов, а он там все-таки пытается, да, вот, а у нас концепция такая, что там Калифорния против отрезать там дубинку по башке, да, вот, то есть, немножечко другая концепция. В этом смысле, может быть, даже пресса играет роль некого клапана, который в каком-то смысле выгоден власти, да, он позволяет выпустить давление избыточное вот этого вот дискуссионного социального пара, а власть, да, а Васька кушает, слушает, да ест. Ну, понимаете, как бы сказать, есть такая проблема, что, когда власть достаточно укреплена, то она уже может все происходящее себе обращать в выгоду. Вот в чем дело, да? То есть, можно сказать, там, при советской власти, может быть, в каком-то смысле, там, я не знаю, диссиденты, они как-то способствовали советской власти, не, сами того не желая, это было выгодно власти, ну, можем построить такую концепцию, там, объяснить, почему и так далее, да, но я все-таки не думаю, что это задумка самой власти, а давайте-ка мы вот создадим вот этих вот оппозиционных журналистов, они против нас будут выступать. Они, если помните, концепция у них была стравливание пара, они создали общественную палату. Вот это вот типичное их порождение. Ну, да. Ну да, но не пресса. Ну да. Еще, вы знаете, я хотел вспомнить, мы вспоминали советские времена, что такое приехал журналист, был же еще такой институт писем в редакцию, да, дорогая редакция. И вот эти вот читательские письма и газета была фактически, можно было написать Брежневу, можно было написать в обком, можно было написать в редакцию, и все бы так или иначе было бы расследовано. Сейчас этот жанр абсолютно исчез? Ну, вы знаете, ну вот, буквально на днях, когда вчера, что ли, да, в The New Times опубликовали обращение безымянного гражданина, по сути, как бы анонимка, да, по поводу Яровой. Да, квартиры Яровой. Можно это считать письмом в редакцию, или это немножечко другой жанр? Да, это, по-моему, немножко другой. Тут, наверное, да, не так все однозначно. Вот, а письмо в редакцию, в таком духе, что вот у нас там третий год, не чинят газ, и мы, у меня семеро детей, да, такие письма. Насколько я понимаю, да, этот жанр умер. Ну, просто поскольку, мы как раз и говорили, да, пресса отвалилась от власти, да, зачем в нее писать? Граждане, что же разумное существо, да, мы напишем в спорт лото, да, в спорт лото они не пишут, потому что это не помогает. Ну, вы работали с письмами читателей, вы читали, отписывались. Ну, да, я это очень любил, но просто письма не такие. А какие, дискуссионные? Ну, да, то есть письма, когда читатель, ну, выступает, как бы, одним из авторов, да, вот, но я вам скажу, что вообще вот потрясающая вещь, не знаю, может быть, это вам плохо ложится в тему передачи, но вот такая потрясающая вещь, значит, была у нас в жизни. Был один читатель, который года 2006-го регулярно присылал нам короткие такие, иронические, очень остроумные письма. Вот, и я его очень, ну, очень много раз я его ставил в журнале в рубрике письма. Потом мы закрылись, мы не существовали. Начался Open Space, и я ему по электронной почте написал, вот мы открылись там, тут, и он стал Open Space присылать. Подпись Леонид Лялин, мне кажется, это очевидно, псевдоним. Вот, и когда закрыли Open Space, он написал мне письмо, ну, будут поминки, позовите. Я ему, у нас образовались поминки, значит, были назначены там на вторник, и ночью в понедельник я ему написал, вот, поминки там, ну, буквально получалось через 16 часов. Да. Приезжайте. У меня отвечает, не успею приехать к 17 часам, взял билет Махачкала, Москва. Буду к 8. Я думал, вот, человек продолжает шутить, да, ну, остроумный человек. Тем не менее, прислал ему адрес. Слушайте, он прилетел. Вот, вот мы все сидели, мы не верили, что такое возможно, человек из Махачкалы взял билет, он прилетел к нам, посидел 2 часа, мы познакомились, он оказался настоящий Леонид. Леонид, значит, никакой не псевдонимист, и потом сказал, ну, слушайте, мне надо ехать, спать, ложиться с утра самолет на Махачкалу, я поехал. Ну, вот, все были просто потрясены на самом деле. А кто, кто он в жизни реальной? Он оставил визитную карточку кандидата социологических наук, Леонид Леонид. Вот. Ну, вот, бывает же такое, бывает же такое, да? Ну, да, здесь в настоящем смысле действительно вот эта вот власть прессы, то, что человек настолько чувствует, что происходит что-то настолько значимое вот в этом публичном пространстве, где бытуют тексты, что он готов прилететь и в этом участвовать. И я, знаете, написал в Фейсбуке об этом, о том, что вот такая история у нас приключилась, и я там собрал нечеловеческое какое-то количество лайков, там, почти 900, да? Да. Что, ну, вот, всех эта история действительно потрясла. Ну, действительно, да, потому что это о том, что печатное слово, оно по-прежнему значимо. В отличие, вот интересно, а эта история была бы возможна на интернет-издании? Ну, вот, подождите, вот. А, подождите, он же начал, но он же начал все-таки, да. Да, начал там. А вот вы считаете, вот, скажем, перенося ваш опыт из бумажной власти в интернет-опенспейс, тот же самый уровень лояльности читателей, уровень значимости написанного? Ну, вы понимаете, тут трудно мне сравнить. Во власти я работал 12 лет, а тут полгода. несопоставимые вещи, да, сравнивать власть, вот, там, в конце, как бы, нашего пребывания там. Это уже было сложившееся издание, да, совершенно в нем все было четко, придумано. У меня было много времени, много лет, чтобы постепенно что-то придумать. Тут полгода, и совершенно иная среда. В общем-то, это было очень трудно мне там осваиваться, и не могу сказать, что я там до конца освоился. Там, там, в интернете все по-другому, действительно. Что по-другому? Ну, во-первых, прежде всего, то, что ты видишь отклик практически мгновенно. Да, обратная связь. В бумажном издании ты что-то там придумал, да, придумал, ну, какой-то материал. Ты не знаешь, сколько народу его прочитало, понравилось или не понравилось. Ты просто этого не знаешь. В интернете ты узнаешь мгновенно, да, его либо читают, либо не читают. Количество просмотров, количество лайков, перепостов. Да, либо ругаются, либо не ругаются. в интернете вот какая-то... Я привык апеллировать всегда к чему-то рациональному в человеке, да. Вот сейчас мы вместе путем умного рассуждения и знания фактов значит, придем к какой-то истине. А в интернете нужно что-то там, какую-то эмоциональную задеть в эту струну. Почему вот колумнисты-то сейчас так ценятся? Да, там обязательно какая-то эмоция присутствует. У меня есть привычка любую эмоцию, вот возникла эмоция, это начало работы. Я должен ее погасить, взять, скрутить, свернуть, превратить во что-то рациональное и тогда выдавать. Потому что эмоция это не работа. у каждого эмоции возникает самопроизвольно. Это можно сказать наша физиология, что свою физиологию показывают людям. У меня была всегда такая логика, когда я работал в бумаге. А здесь не так. Здесь эту эмоцию надо показать. если ты возьмешь все, препарируешь гениально, корректно, все будет сказано, люди это не будут читать. Ну, потому что не возникает какой-то такой интерес, не зацепило то, что называется. То есть интернет более субъективен в результате получается. Ну, и просто там гораздо шире это конкурентная среда. В бумажных изданиях их же все-таки не бесконечное количество. Да, существует несколько там журналов, ну, условно говоря, там, качественная пресса, да, существуют газеты, но это не так много изданий. А в интернете бесконечно. Просто бесконечно. и ты конкурируешь, ну, условно говоря, вот, когда ты работаешь в коммерсанте, ты не конкурируешь с комсомольской правдой. Да. А в интернете коммерсант с комсомольской правдой конкурирует. Ну, да, один и тот же человек может пойти и кликнуть да. 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 Вот, понимаете, то есть там он не подпишется и не купит. Нету коммерсанта, ну, давайте комсомольскую правду. Так не может быть. Да. А здесь-то для него, вот, одно движение мышкой или какой-то анонс броски, и он уже пошел туда. То есть конкурентная среда, она структурирована совершенно иначе. Значит ли это, что другое качество журналистики, другое качество текста, расследования в интернете? Вообще, интернет в этом смысле, вот, если уже говорить проективно про будущее, он вытеснит бумажную прессу? Это уже вопрос исторической неизбежности? Ну, не знаю, я все-таки так не считаю. Ну, да, появились там самолеты, а поезда остались, и велосипеды остались, и что-то там такое, да. Ну, и почта России существует. Ну, что лучше бы она и не существовала, да. Вот. То есть это вопрос какого-то баланса, да, ну, вот, интернет постепенно набирает, набирает, да, отбирает, да, бумажную, но в какой-то момент этот процесс становится, ну, вот, будет какой-то баланс между ними. Но в процентном отношении, я не готов сейчас сказать. Мне кажется, говорит, что вытеснит совсем, я бы не стал говорить. Но, видимо, бумажная пресса останется, может быть, как некий такой элитный сегмент, что люди захотят оставить что-то на аналоговом носителе, да, вот как сейчас есть там любители виниловых дисков. Может быть, такое. Ну, да, ну, есть просто некоторые привычки у людей, да, ну, вот там этот условный утренний кофе с газетой, да, и это определенные, ну, как бы уже такие автоматизмы, чисто телесные, да, вот, что ты переворачиваешь, смотришь туда-туда, там, с компьютером, это может быть не так приятно, или там на кухню компьютер не притащишь, ну, ну, останется какая-то поляна для газет. К тому же, я бы еще, простите, обратил внимание на то, что у нас же рекламодатель по-прежнему платит больше за бумагу. Это еще сдерживающий фактор, так бы интернет, может быть, и быстрее сметал, но реклама в интернете стоит гораздо дешевле, чем реклама в бумаге. Одно дело, там у тебя какая-то финтифлюшка на экране, думает рекламодатель, да, другое дело, ничего себе, у тебя полоса в коммерсанте, о, злородная, да, вот, и бумажное издание, так бы, может быть, многие и закрылись, но они тогда потеряют все доходы. Да, как рекламный носитель. Доходы все от бумажной рекламы. Доходы от бумажной рекламы, ну, да. То есть, в этом отношении, но это же, с другой стороны, немного подрывает качество, когда издание становится прежде всего рекламным носителем. Толще, толще бумаги, толще, толще издания, больше рекламных сейчас листаешь, ну, я здесь не про власть говорю, но очень многие журналы. Ну, все-таки, вы знаете, в большинстве изданий, ну, или, может быть, я так сужаю, да, до качественной прессы, все-таки вот коммерческие и творческие службы разделены. Вот я, когда делал журнал, я знал, сколько у меня всего полос рекламы. И, ну, не более того, меня дальше это никак не волновало этот вопрос, на какой полосе стоит. Ну, да, для вас, как некий, так и ракет-носитель, которая запускала вот этот вот контент. Ну, да, 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 то есть, моя работа никак от этого все-таки не зависела. У нас в гостях был Максим Ковальский, бывший главный редактор «Коммерсант власти» и «Опенспейс.ру». Это была программа «Археология». Спасибо, что были с нами сегодня вечером. Доброй ночи и удачи.